всем привет ребята из нью-йорка значит сегодня у нас отличная погода девочка одна говорит закачай себе погоду чтобы знать сколько градусов вот такая здоровенная кастрюля вот видите он говорит два названия но в принципе одно и то же то что мы будем делать вот смотрите кто не знает вот эта часть вытаскивается и вот в розетку вот так вот включается значит что я хочу приготовить сегодня многие куриные видите вот они у меня разморожены и у меня есть этот специальный для них вот смотрите чики микс ну короче специальные специи да вот для того чтобы приготовить вот это блюдо чем это хорошо девочки быстренько скажу чем хороша такая кастрюля потому что мы собираемся идти гулять да сейчас и вот в эту кастрюлю все туда навалю вот эти ноги куриные лук эту морковочку порежу просто кубиками ну даже не кубиками она мне маленько просто кусочками и все и мы поставим на 4 часа и пойдем гулять сначала девочки мальчики ну естественно надо открыть эту курицу и эти ноги как говорится помыть потому что ну как они же их там рубят да все равно какая-то грязь там остается я всегда мою мясо вы моете вот курицу рыбу я всегда мне кажется это правильно так я немножко нагибать но потому что иначе не будет видно как я это вообще все дело вот сейчас я вот это подготовлю и позову потому что он прочитает инструкцию я все время забываю как пользоваться этой кастрюле я очень редко мы используем ее мы еще готовим знаете купаем говядину знаете такой кусок большой как бы на две части разрезаем и тоже вот в этой кастрюле готовим говядина получается очень вкусно ну вот я в такую миску сейчас вот это все девочки кладу я еще знаете я вот все так делаю я и курицу и рыбу я немножечко вот пока я буду овощи резать я дам немножечко постоять в воде курочки видите вот такой миски вот смотрите девчонки вот такая морковочка у меня да вот я ее беру прямо вот так вот такими цилиндриками не кубиками а цилиндриками вот так вот ребят смотрите курочку свою искупала джон с дэвидом эту машинку на пульте гоняет вообще говорю вот то что то что дом вот такой да размазанный ну как они называют то больше площади по и получается так ну вот я ее в холодной воде девочки холодной воде купаю теперь она у меня чистенькая готова как говорится готова к приготовлению вот я все приготовила девочки рецепт курица и вот овощи до морковка и лук короче жду теперь джона потому что девчонки я забыла как ее включать ну как бы инструкция есть но когда же есть муж легче его спросить правильно чё самое мучиться ну а вообще вот знаете одна девочка писала там вот можно обязанности распределять до мужские и женские а а можно как бы делать все вместе с мужем да то есть пусть он тоже полы моет пусть он тоже там посуду моет а чё ему на диване лежать так вот мои милые хорошие я вам так скажу мне кажется что мужские обязанности женские уже природой распределены вот сломалась у меня посудомойка чё он мне не скажет ир иди-ка вон посудомойку почини сама или например что еще вот допустим он надо вытащить мебель вот эту ну уличную сейчас тепло уже что-то он мне не говорит ир иди-ка это самое вытащи это все да много кучи работ которые мужчины делают и мы в жизни это не сделаем понимаете а если сделаем то потом будем себе с декулитами ходить или еще с чем-то поэтому я в жизни своего мужа просить полы не буду вы чё с ума сошли что ли моя это работа не его моя девочки а кто считает что это его муж должен полы ныть ну это ваша жизнь слушайте хотите чтобы у вас муж полы мы заставляйте его я лучше отправлю его работать деньги зарабатывать а я в этот момент полы помою понятно вам ну и вообще мои хорошие мыть и убираться в своем любимом доме одно удовольствие понимаете степ один зовите вашего вот смотрите что он делает выливает туда вот эту воду дальше вот так он высыпал смотрите сейчас он ищет ложку чтобы размешать все ребята мне говорит клади в кастрюлю курицу и овощи сверху вот я смотрите видите чё делаю кладу курицу и он мне поможет ее включить потому что вот как раз с включением у меня проблемы я все время забываю сейчас вот посмотрим как он будет вот сюда морковочка лучше так выглядит смотрите и сейчас он ее закроет и поставить время так мы закрываем ее сегодня мы решили на 4 часа ну вот он включил не видите через четыре часа будет все готово он говорит скажи мы обычно на 8 часов ставим не проспали вот девчонки все и мы пойдем сейчас гулять придем и будем кушать как говорит все будет нас ждать личный повар все приготовит видите помните они приезжали нам удобряли и и смотрите она вот поднимается смотрите новенькая прямо зеленая зеленая молоденькая травочка вот и небо сегодня прям голубое солнышко светит так что ребят едем мы гулять поедем мы в такое красивое местечко на заливчик и вот недалеко от нас где-то минут 15 ехать на машине так что ребятки повезу вас с собой мои хорошие любимые мои хорошо так ребят хочу вам показать вот я нарядилась данную прогулку вот такие у меня штаны вот такие до розовые такие у меня федики вот мы по многочисленным просьбам накрутила себе снова видите эту косу на башке я знаю нравится вам вот сейчас пойдем гулять мои хорошие вот церковь смотрите католическая слева кладбище смотрите вот проезжаем такое американское кладбище едем мы к заливу прямо горки такие а вот здесь ресторанчик смотрите с правой стороны очень хороший ресторанчик мы там были ну там знаете там вот он конечно для людей которые любят посидеть в баре вот они там встречаются там шум гам такой они такие громкие эти американцы вот и вот здесь мы поворачиваем уже дорога идет к заливу ну все равно это как залив он говорит это как бы залив ну я так называю между коннектикот и лонг-айланд так ну вот видите как домики расположены вот так вот как в деревне видите все как в деревне ну хорошо здесь мои хорошие хорошо конечно дома эти очень дорогие в этом районе потому что вот уже начинается вода а как говорится где вода там миллионы в америке понимаете мои хорошие мальчики и девочки потому что они свои лодки любят вытащить на воду там как они не то что рыбу ловит чтобы ее есть многие ловит чтобы и отпустить потом ну вот еще немножечко вам сниму вот так дорогу как мы едем да потому что многим наверное интересно все таки все думают что нью-йорк это одни небоскребы там одни вот эти дома громадные но нет ребят это только на манхэттене вот как у нас москве настроили этих москва-сити но там конечно совсем кусочек маленький а манхэттен ну вот просто вот такой островок на него натыкали этих небоскреба вот вам и вся америка все думают такая а на самом деле на самом деле вся америка как деревне понимаете вот ну вот здесь скоро будет нужно показывать стикер или платить мы обычно покупаем специальный стикер и вот едем уже на парковку бесплатно называется это место ребят вот я сейчас покажу вам сида бич сида бич много народа здесь вот пожалуйста уже пляж там кстати летом можно плавать тоже нет ни волн ничего то есть спокойно плавайте с детишками единственно здесь каменистое дно прямо вот очень каменистое здесь вот такой ресторанчик барчик не знаю открыт он или еще нет вообще все будет открыто после 30 мая до закрыт еще эти люди уже гуляют отдыхают много машин вот то есть вообще вот американцы они любят вы знаете время проводить на улице эпидемии не эпидемии видите никого не в масках нет ничего он гуляют себе на здоровье нью-йоркцы конечно очень такие они любят погулять ну и мы тоже нью-йоркцы так ребят ну вот мы припарковались смотрите прямо напротив как говорится море океана да но это залив еще раз говорил то есть там вот если присмотреться там тоже идет остров коннектикут называется вот по всей этой длине обмундирование вот видите вот такой шлем что-то ребят думала думала но знаете вот возле воды все равно вот этот ветерочек да короче решила еще эту куртку надеть я говорю я такой мерзлявый человек это кошмар какой-то так вот пожалуйста вам можно играть в этот баскетбол смотрите везде стоят вот такие туалеты ребят джон пошел туда мы его ждем но это как это же эти такие вот такая площадка баскетбольная и сейчас мы пойдем вот туда по дорожке гулять так ребята вот с другой стороны там еще одна часть залива вот мы когда проезжали я вам показывала там уже народ свои яхты лодки пароходы теплоходы вытаскивает так что ну сейчас еще их мало вот как говорится как потеплеет так будет хорошо красота какая и зайка там прыгает смотрите 9 сида дир смотрите на меня уставился красавчик look at the deer deer это олени и зайка там подскакал видите вот такой но тут дайте вот он как заповедник считается они не боятся вот он идет прямо возле меня видите класс да и зайка бегает смотрите вот он красавчик смотрите какой хороший какие-то кактусы растут не знаю но я грида вот заповедник тут конечно дэвид джон смотрит на зайку и этих оленей а вот они почему здесь смотрите смотрите потому что еды тут набросали вот они вышли морковку есть здесь вот такое место для пикника то есть вот вы можете принести с собой еду пиццу и пожалуйста сели себе и отдыхайте также можно спуститься вот туда к водичке я full 9 кафу смотрите какой пляж красивый песок здесь вот так что сейчас проведу вот так девчонки чтобы вам было видно хорошо как будто бы вы со мной да мои хорошие я всем вам желаю только хорошего мои хорошие всего самого-самого лучшего и самому можно приехать дети плавают но опять же я говорю я люблю другое место где меньше камней потому что ну больно знаете спускаться вот а мы сейчас пойдем туда вокруг вокруг и выйдем к пирсу там очень красивая тоже местечко а здесь джон сказал они знаете они летом наливают воду и запускают крабов там рыб или еще что-то чего-то вот никого нет но скоро будет себя покажу немножко я говорю надела вот эту куртку ребят это вот ближе к воде прохладнее вот идешь туда гулять там хорошо ну не знаю все равно буду в куртке вот в это еще так что так что вот так смотрите такие розовенькие штанишки как бы дорожка для прогулки видите вы идете вокруг здесь всякие растения так как это заповедник то они вот подписывают где какое растение сейчас я вообще не разбираюсь нам просто покажу вот видите такие таблички каждому разу здесь написано поизон поизон это имеется ввиду ну то есть ну как отравленный считается мои уже впереди пошли зато у нас есть время поболтать ну вот пожалуйста вам лонг-айланд вот как я и сказала мы вот здесь да вот нью-йорк здесь а сюда пошел коннектикут ну лонг-айланд здесь а коннектикут здесь и называется саунд ну вот не залив а саунд лонг-айланд саунд энд коннектикут окей зовут меня да вот так ходите гуляете сегодня я сию дэвид папа у нас лег спать там ждет меня видите то солнце то опять тучки но вот лонг-айланд такой ребят i'm coming то тучи то солнце все равно хорошо ребят очень хорошо погода замечательная вот здесь просто покажу так прикольно выглядит поворот и деревья такие смотрите и вот в этом домике живут уже те кто ухаживает за заповедником насколько я знаю они живут бесплатно никакие налоги не платят вот здесь тоже можно сесть вот там и здесь столики принести еду пожалуйста птички поют вот это тополь смотрите наш тополь тополиный пух жара ночи такие не знаю сладкие или длинные вот пожалуйста вам тополь ой опять эти пошли гулять косули косули олени все гуляют а ну вот давайте покажу вам мусорный бак ну может кому не интересно вот короче туда мусор выбрасывается видите вот такой вот они гуляют смотрите не боятся ничего айди этот маленький еще детеныш вот еще один идет смотрите видите жалко у меня еды нет и там в кустах я бы ему сейчас еды дала идти ко мне поближе иди сюда не дикие подпросите вот они ну как стоит ест обдирает зеленую не знаю растение какое-то малышек у них такие глаза глубокие вот посмотришь на их глаза не бойся дайте посмотреть не хочет но извини ладно оставлю их в покое ребят пусть они там едят у них я так понимаю что ланч тайм пойду я своих искать не знаю где они дэвид на этом скутере он гоняет быстро теперь снова здесь спрятались эти маленький baby маленький такой привет 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 ой ты какой красивый такой малышек и там еще один сегодня ходит у кого-то ребенок плачет пожалуйста вот так уж вам скажу конечно в нью-йорке очень много парков здесь можно ходить гулять выбора конечно много понимаете не обязательно там прямо в определенные места куда-то ходить а допустим сегодня в один парк пошел а завтра в другой то есть на самом деле это классно потому что у тебя есть выбор тебе не нужно постоянно как бы думать идти в этот парк в котором я уже 150 раз был или не идти ну и как бы и для спорта тоже знаете ребят здесь ну я еще раз говорю я не спортсмен да но я считаю что прогулки это вот как бы самое она какой камушек красивый смотрите какие растения как елки здесь я в таком месте иду как в сказочном смотрите прямо такие деревья сухие но они не сухие конечно они все нормально народ гуляет так что-то я своих не вижу совсем не знаю где не вот сейчас ребят мне уже жарко понимаете вот здесь мне жарко вот ближе к воде там как говорится прохладненько ветерок такой много американцев сегодня гуляет очень много все выползли погода хорошая странно смотрите кто-то принес игрушки украсили интересно как будто бы крис нас так девчоночки пока мы убежали у меня есть минутка не знаю если ветер позволит мне рассказать быстренько по поводу американских папочек ну вот у меня же муж как бы у него дэвид один ребенок и вот я хочу быстренько рассказать как вообще он к нему относится вообще как отношения у них скажу так девчонки на самом деле американские папочки очень ответственные они понимаете они вроде бы так особо не стремятся но видят если мама занята с ребенком нормально вот а так они конечно стараются уделять много времени детям там поиграть там еще что то вот я сейчас была занята они уже стартанули куда-то уехали да уже где-то впереди я не волнуюсь потому что я знаю что он его будет ну как говорится как коршун над ним будет смотреть и ничего с ним не случится вот я как раз вижу уже их там вдалеке ну так вот девчонки что хочу сказать что конечно американские мужчины они более ответственные к сожалению вот чем наши более ответственные по поводу детей вот по поводу образования по поводу ну всего понимаете так у них как говорится так их америка выдрессировала вот подхожу ближе уже к пирсу смотрите вон они мои там стоят вот это кстати туалет не знаю если открыт наверно все еще закрыта пока уже говорила до 30 мая красота спокойствие люди отдыхают рыбу ловят кто-то на лодке едет такая спокойная жизнь пожалуйста лодочка причаливает дети на камнях играют джон и я forgot again what is that так ну вот пожалуйста вам еще такой ракурс смотрите уходит все это вот с этой страны туда идет манхэттен а туда уже идет океан атлантический сколько домов видите красивые вот домик так что вы дрессировала их америка и дэвид решил немножечко подойти ближе к водичке и я вам заодно покажу мои хорошие водичку вот как я говорила начинается такое каменистая такой каменистый пляж как говорится под водой тоже галька то есть вот немножечко как бы не комфортно заходить воду а так вода чистая прозрачная то есть купаться здесь можно без каких-либо проблем и запрещений смотрите мои любимые как вам прогулка со мной понравилось перед тепло люблю шум воды приехали мы девочки мальчики домой ты вид у меня спит там сейчас пойдем проверим нашу курицу готова на хорошая прогулка у нас получилось вы знаете прям вообще если так чувствую хорошо после прогулки ну как упражнения да как физкультуры позанимался время проверить нашу курицу джонни сказал что смотрите видите еще 20 минут не знаю может мы ее сейчас помешаем запах уже шикарный шикарный запах так но я чурис пригодил девчонки мальчишки вот у меня есть такая кастрюлечка еще мы туда рис сейчас покажу вам где у меня тут рис рис у меня вот здесь в баночке видите это меня эти панкейки там еще всякая сечина вот такой рис белый рис так ребят я опять на полу ну что у меня девиц он спит уснул на машине вот а я короче поставила рис вариться будем есть рис с курицей значит ситуация в америке такая девчонки что мальчики здесь конечно вы дрессированы вы дрессированы они законами понимаете у них такая ситуация у них получается вот если они допустим хотят что-то как сказать сделать какое-то нарушение в семье там допустим изменить или еще что-то то пожалуйста изменяй но тогда ты останешься как говорится с голой задницей ты должен будешь платить элементы своим детям быть ты должен будешь платить жене деньги и скорее всего ты останешься без дома понимаете то здесь все в америке предусмотрено поэтому мужики в америке не изменяют они как правило вы знаете вот если они решили жениться да то все они уже понимают что это их женщина какая бы она там ни была большая маленькая худенькая или полненькая понимаете здесь уже как говорится ты уже выбрал то есть кушай то что как говорится заказал поэтому девчоночки и мальчишечки тоже для американца измена она как бы понимаете эта штука такая недопустимая он прекрасно знает что если он изменил то все капец ему вот поэтому вы никогда не встретите чтобы американцы там где-то на вечеринках собирались в кучку и каждый там говорил о ты знаешь у меня там есть такая-то любовница с такими-то как буферами или там еще с чем-то нет от американца вы такого в жизни не услышите ну может быть там есть такие исключения но я вам говорю это будет просто один случай на миллион если у него там будет любовница и он будет еще этим хвастаться знаете где-то там на публике ни в коем случае этого не будет происходить конечно понимаете когда они еще холостые когда они еще ну не определились там семьей там и все такое прочее да они гуляют они гуляют у них нормально там как бы иметь секс там с одной девушкой с другой девушкой то есть это конечно да но когда они уже как говорится со штампом в паспорте но не конечно не ставят в паспорте штамп то здесь конечно никаких измен и быть не может понимаете поэтому девочки в этом плане нам здесь как говорится надежно надежно то есть ты будешь знать что твой налево никуда не пойдет а даже если пойдет но вот представляете ему вот он от там отработал на работе да то есть как правило все мужчины работают да у них какой-то определенный график вот даже если он там какой-то супер-пупер бизнесмен все равно у него будет графика все равно вы вычислите что он там где-то задержался вот но не знаю девочки вот я вам вы знаете я вам железно говорю что американцы не изменяют не изменяют это очень очень хорошо потому что нам женщинам знаете вот эти вот лишние болячки вот эта грязь тоже не нужна я считаю это грязь понимаете вот эти измены которые мужчины делают в наших странах это все вот конечно ужасно ужасно вот так послушаешь и аж уши в круг в трубочку заворачиваются как они о своих женах о своих любовницах друг другу рассказывает вот поэтому мальчики мои хорошие девочки мои хорошие я вам скажу так не изменяйте друг другу любите друг друга и уважайте друг друга и все у вас в этой жизни будет прекрасно все мои хорошие увидимся завтра пока пока